друзья всем привет сегодня утром пьем женой кофе она мне говорит стас когда ты бросал работу прошлом году в конце января или начале февраля не помню точно я думала мы будем жить вообще на одних сухарях а уже прошел год и она говорит и больше зарабатываешь чем на работе то есть я сделал правильное решение что бросил работу и занялся следоводством насчет нытья дорого невыгодно пшеница 8 9 7 6 6 50 и так дальше тому подобное друзья но я вам скажу как бы по себе как я думаю а там уже думайте как хотите считайте как хотите у каждого свое право ну я вам скажу цены выросли на зерновые но лично моем подсобном хозяйстве вообще ничего не поменялось я как прав за 3 гривна и 4 гривна тонну ну 4000 тонна или 3000 тонна так и беру то есть как пользовался зерноотходами ли там какими-то еще отходами так и пользуюсь я не беру по 8 по 9 по 7 но то есть по ценовой политике оно мне не подходит поэтому я и не ною ну мне говорят там все же не выгодно как ты занимаешься да потому что ну мне выгодно я не знаю кому не выгодно ну то есть я без понятия не выгодно только как можно все время говорить не выгодно можно что-то пробивать искать вот вчера мне предложили что мол так и так есть зерно смесь какая-то ячмень пшеница кукуруза и еще там что-то перемешано вместе отходы хорошие чистые но надо братью 20 тонн цена 2000 тонна парень говорит этом подсобирай денег чтобы ты был всегда готов я тебя маякну и возьмем на двоих одну фуру 20 тонн потому что надо брать от 20 тонн потому и цена такая поэтому друзья ну что мне сейчас привезу тех 10 тонн по 2 ну там с дорогой выйдет нам 240 за фуру надо платить 240 привезу по 240 если все даст бог выгорит получится и мне ныть дальше говорить не выгодно то выгодно еще лучше даже чем я начинал когда с базара кормил я покупал тогда все пока у меня было я пользовался потом с базара покупал с магазинов покупал те отруби там какие-то отходы мучки это мне было выгодно сейчас я по сезону затарился горох 2 зерноотходы 3 и вот недавно взял зерноотходы вы видели пшеница почти идеальная по 4 сейчас если вы горит возьмем по два 40 возьмут он 10 зерно смеси и все чем не ныть говорит не выгодно если ну реально выгодно если я зарабатываю лучше чем я работал каждый день я работал на стройке ну на опасной работе на монтаже где постоянно техника вышки краны металл высота постоянно нервничал постоянно переживал за своих ребят за своих сварщиков сейчас у меня такой проблемы нету я дома спокойные нервы ни о чем не переживаю не думаю как там будут ничего там не упадет никто с высоты не упадет я спокойно и душой просто живу дома а кричать и выгодно мы вот такой вот там же же ну я не знаю как было выгодно так и есть единственное что надо больше свиноматок не завести спрос большой свиноматок мало вот это шоу мне да это проблема надо больше ремонта оставлять на свиноматок и все я вообще без понятия чего кто так рассуждает все не выгодно что не напишет а то не выгодно то сейчас свиноводство одно говно остается какое давно не знаю может я чего-то недопонимаю но нет никакого никакой проблемы вообще также насчет допустим поросных свиноматок насчет поросных свиноматок вопрос был как ты содержишь поросных свиноматок вот примеру поросная свиноматка у меня она сидит на норме два с половиной тире максимум 3 килограмма в день это ну зернооткоды то есть дробленка пшеница и гороха 20 процентов всего 3 килограмма в день аж пока не будет опорота опоросилась сразу же в этот день делаю ячмень пшеница кукуруза если у меня есть конечно ячмень и кукуруза но ячменец кукурузы немного осталось и 10-15 процентов стартового корма для поросят и всего ее то пока она аготующая я ее корму месяц или там 35 или 40 дней этим кормом поросят забрал на второй день опять на норму саджу вот вот эту свиноматку но это у меня сейчас кормит она сидит у нее отдельная ведерко он кукурузка ячмень и старт 10-15 процентов поросятам до поросятам я покупаю предстарк и даю им предстарк но они едят как предстарк едят так и едят с нею ее корм со стартом 10-15 процентов кстати поносов у меня нету поросят не при отъеме никогда не с ней не знаю почему так но нету это уже какой выводок подряд поносов нету с 10 дня они хорошо начали у меня где-то с 10 12 начали хорошо употреблять предстарт но предстарт вот у меня предстарт я им сейчас буду насыпать я пропускаю через крупорушку и делаю такую типа как маночку пыльцу ну маночку манку я рану и мне даю маленький потому что ее я сам пробовал пожевать ее еще надо постараться разжевать маленького пара поэтому друзья вот так второе вопрос поросят как ты ну после отъема как ты кормишь я смотрю если они хорошо со свиноматкой едят ее форм то есть 15 процентов примеру стартового корма и зерновой группой я также и даю продолжаю давать им после отъема то что я давал свиноматки 15 или 10 процентов стартового корма если они предстарт у меня хорошо ели то подмешиваю если там остался у меня там одна треть мешка пол мешка или там вообще там пол ведра то я подмешиваю вместе с этим кормами ну то есть и так они переходят получается коробку в кормовой группе им разницы никакой когда я их забрал у них питание то же самое что они ели грубо говоря со своей мамой и переходят более-менее нормально нормально и кто у меня забрал поросят ну я созваниваю списывался по вайберу тоже срачки нету но правда я даю свой корм там на каких-то дней 10 стараюсь чтобы они продолжали кормить моим кормом а там постепенно постепенно они уже свыкнутся с новым местом начали давать свой корм но там так что ныть времени нету надо просто искать искать находить и во первых если вы нормальный свиновод у вас все время будут деньги если есть деньги да их не надо тратить если там с кормами видите там месяц два три хватает а дальше напряженка деньги откладывать потому что у кого есть деньги тот и решает тот и заказывает музыку сейчас проблема не есть корм или нету сейчас проблема есть деньги или нету поэтому деньги надо не тратить а если там видите на два-три месяца кормово осталось значит деньги не тратить держать в кучке где-то что-то выстрелит раз и купили приобрели а нож как назло выстрелить что-то хорошее интересное предложение а у нас денег нету правильно правильно а у кого есть деньги тут и заказывает музыку поэтому я стараюсь чтобы постоянно у меня была наличка я прошелся по магазинам комбикормово говорю там кто будет предлагать из сел там пшеницу ячмень кукурузу недорого маякни пожалуйста да хорошо взял номер если что будет позвоню а сел люди не могут продать сказал комбикормово магазине кому там может надо туда надо вот номер телефона созвонили сел привез домой или заплатил ему за доставку или сам поехал на прав то есть надо для этого что-то делать не надо сидеть ныть о это все там этот выгода есть и во первых если вы сами занимаетесь свиноводством и у вас в голове то что вам выгодно вы все время видите выгоду и вам нравится то чем вы занимаетесь вы любите свою работу свое занятие я вам сто пудов гарантирую у вас все время будет выгода а если вы так вот у еда и нет а еще зависть где-то там внутри соседям или к родственникам или там подобным свиноводом как вы то друзья на какой выгоди мы можем говорить если есть зависть забудьте за хорошие деньги лучше радуйтесь за всех то что не делал радуйтесь ну как бы или вообще внимание не обращайте я к примеру не живу от мнения так любого мнения кто там что скажет то что подумать мне вообще как-то ну глубоко на это ну я вообще не обращаю внимание я не живу чужим мнением у меня свое мнение поэтому я и вам так говорю вот свое мнение не обращайте внимание а самое главное не завидуйте и я вам даю сто процентов все у вас будет хо-ро-шо сто процентов даю и выгода будет во всем за что возьметесь то не выгодно то не выгодно только другие этим занимаются и выгодно а вот дяди васю невыгодно ну что забрыть невыгодно тому кто не хочет или кто ищет отговорки так там то дорого невыгодно а сейчас невыгодно то надо с весны то там зимы то со следующего года и каждый ищет себе сам отмазки выгода есть везде и всегда только надо хотеть может я кого-то там обидел друзья может еще что-то ну я свое мнение говорю там конечно каждый решает сам за себя каждый как хочет так и делать сейчас вам покажу как поросятам я насыпаю предстатки сейчас воды налью я убрал грязную воду вылил вот я сейчас ставлю кормушечку вот так вот они же у меня ищут кормушку переворачивать я кирпичиками придавливаю по бокам нормально выходит хотя-потя-потя-потя-потя-потя предстартик маночка вот поросята вот так едят предстарт скажите будут у них какие-то проблемы с поносами они едят и предстарт и едят еще с ней вместе ее корм сейчас там уже нечего есть но когда я насыпаю с утра или вечером они там возле нее копошат кстати туда поступил звонок нет заказал человек кабанчика они меня на племя не кастрированы ну на хреку и он позвонил что так и так мол можно я попрошу ни одного кабанчика скастрировать я говорю можно он по моему раны сзади и мы скастрировали он хочет на откормку мраморного мяса от дюрка говорит мясо чистого дюрка не такое как в обычных свиней ну то есть человек решил так то мы скастрировали без вопроса заберет потом ну а кто заказывал свинку и двух свинок там матадор если не ошибаюсь заказала еще женщина я так обещал позвонить и не перезвонил тоже две свинки у меня есть телефон я скриншот сделал комментарии и с телефоном то есть я наберу обязательно тут всего четыре свинки две матадуру и две этой женщине или девушки ну по моему женский аккаунт а то четыре кабанчика два заказа на кабанчика два третий под вопросом там человек где-то пропал я один еще есть лишний кому надо на хряка кабанчик есть цена поросят три с половиной тысячи гривен штучка от двух месяцев буду продавать может даже больше посмотрю по ним что были хорошие крупные и продам так что друзья такие дела поэтому не ищем отмазок не ищем легких путей легкие пути это для дураку не ищем легких путей идем своими продуманными путями думаем наперед делаем шаги уверенно не так что-то начинаешь делать обговориться оно не получится но не выйдет она не выгодно нет начали шуток сану выгодно у меня все получится потому что все исходит из головы все исходит из головы если у вас голове порядок то и в жизни у вас будет порядок если вы в своих мыслях богаты то и в жизни вы автоматически будете богаты но только не завидуйте никому вообще никогда до курны и все у вас будет хорошо но это мое мнение может у вас вы мудрее намного у вас свое мнение но я вам сказал свое мнение вот что-то захотелось мне сегодня такое видео снять думаю сниму расскажу как я думаю и вижу а там уже сами каждый для себя примет решение или там достать анкерню плетет то есть надо вот так вот так я не против у вас свое мнение у меня свое хаштан опять вырвал двери сейчас жду дня 4 поведу его домашки покрывать машку у нее уже поросят нету забрали и он у нее побудет день-два я сделаю тут калитку и я уже купил хорошие крепкие петли и сделаю калиточку ну вот вот так поросят и грубо говоря с 12 дня они вот так более-менее едят ну нет ну конечно не в 12 дней не ели как как сейчас накинулись и едят чуть-чуть там что-то копошились а что-то там облизывали что так атаки были в них пресс-старте то есть а сейчас видите как но я каждый день меняют утром сегодня зашел у них там такое еще чуть-чуть тесно важное сырое я на свиноматке высыпал то что осталось и опять там новый ковшичок им насыпал посмотрю если до вечера сидят этот ковшичок что я только-то и насыпал то вечером добавляние то улажу утром завтра добавлю так вот и есть покажу вам если получится покажу купировку хвостов зубов и все манипуляции которые мы производим на третий день и кастрацию попробую показать то все спрашивают как хвосты как то как то покажу покажу так что друзья такие дела всем удачи всем всего хорошего кто заказывал дюрку смотрите все они живы живые здоровые все хорошие ну то есть растут растут и пусть растут сделаю отъем потом чуть позже ну я думаю больше наверно месяца их подержу возле нее маленький сарайчик у меня есть я там все продезинфицирую их туда переведу и они там еще месяц побудут а потом будете забирать ну а мы ее опять покроем дюрком потому что у меня так следует ну рыжка покрыта дюрком и уже заказаны поросята и эту будем покрывать кому надо будет будете заказать ну еще конечно рано но вообще вот так все друзья всем крепкого здоровья пока что хотел сказал не падайте духом все будет хорошо удачи